Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас речь пойдет о таком вот маленьком карманном ноже который покупался с целью чтобы его кинуть именно на карман таскать с собой ежедневно чтобы он был в легком доступе покупался на смену вот этого вот маленького мультитула от викторинокса поскольку викторинокс не обладает одноруким открыванием то чтобы вытащить инструмент необходимо применять обе руки ну и в общем и целом ножичек на викториноксе уже достаточно сильно подустал этот мультитул довольно старенький и почему-то он стал очень плохо держать эту точку если во времена своей молодости потачивать его приходилось где-то наверное раз в месяц то сейчас он держит но около недели за точку правда использую я его также еще и на работе на работе приходится разрезать не только бумагу для которой предназначен в основном этот клиночек но и также нож прикасать с металлическими предметами с иными жесткими предметами из-за которых клиночек достаточно сильно тупится именно поэтому был куплен в китае вот такой вот маленький нож по размерам сложного состояния он очень похож на мультитул от викторинокса по весу примерно то же самое даже возможно нож чуть легче в распаковке ножа я говорил что он очень тугой практически не наточен и него нельзя открыть одной рукой естественно нож я смазал нож я разработал теперь открыть его одной рукой не оставляет никаких проблем возможно на видео будет казаться что нож открывается очень туго на самом деле это не так открывается легко просто сама по себе рукоять очень маленькая и поэтому есть некоторые затруднения в эргономической удобности и открытия этого ножа тем не менее нож открывается одной рукой без каких-либо проблем фиксируется при помощи лайнер лока лайнер лок изготовлен достаточно похабно но тем не менее нож фиксирует и при каких-то нагрузках на клинок нож не складывается что считаю плюсом этого ножа я носил его на кармане приблизительно недели две в обычном быту вместо мультитул от викторинокса на работу по-прежнему таскал его позже скажу почему он со своими задачами прекрасно справлялся то есть чаще всего подобного рода ножи нужны мне чтобы вскрыть какой-либо конверт который приходит мне по почте вскрыть упаковку в супермаркете к примеру я захотел купить бутылку минералки они в геймер маркет как правило стоят в одних больших палетах если допустим не нужен целый палет а нужна только одна бутылка я достаю нож ее спокойно разрезаю и достаю нужный мне предмет если бы ножа у меня не было пришлось бы упаковку рвать что считаю не совсем правильным с такими задачами нож справляется на все сто процентов единственный минус вообще в этом ноже в качестве карманного я заметил такой что его никак нельзя подвесить здесь нет абсолютно никакой клипса хотя я бы очень хотел ее видеть здесь вместо клипса применяется какой-то карабинообразный механизм то есть который предполагает что мы будем цеплять этот нож на лямку джинс или на иной какой-то предмет я рассчитывал носить его на кольце своей сумки то есть такая вот у меня сумка я думал я его буду вот так вот сюда зацеплять и вот так вот носить я так его принципе и таскал до тех самых пор пока я два раза его чуть было не потерял нож просто-напросто падал у меня сумки потому что этот карабин достаточно мягкий как бы поминается очень легко я зацеплялся и нож просто у меня падал на пол или там машине бывало падал на коврик или на сиденье ладно я вовремя замечал и нож находил поэтому нож я кидаю просто в карман что не очень удобно потому что когда кидаю джинсы на вешалку дома он падает всегда на пол то есть вот потерять такой маленький ножичек очень очень просто я думаю если я решу его оставить в качестве карманного ножа я посверлю здесь небольшое отверстие вставлю сюда темляк это будет нам более удобно в качестве его ношения качестве его использования и потере устойчивости но почему все-таки этот нож не смог не заменить брелок от викторинокса на работе часто нужен не только нож но и иные инструменты такие как ножницы чтобы порезать бумагу и викториноксами обладает ножницы достаточно хорошо режут бумагу бывает нужна ручка но ручка в моем брелке к сожалению кончилась надо поменять пасту бывает нужен пинцер потому что случается что на работе всаживаю в руки занозы ну как бы и в целом здесь помимо прочего можно еще и найти такую шлицевую отвертку которая тоже будет не лишним ну и пилочка для ногтей где-то если допустим много сломали можно пилить чтобы он не цеплялся до конца дня поэтому как-то полноценно заменить мой викторинокс этот нож не смог но допустим если у вас нет брелка от викторинокса и вы хотите что-то такое вот небольшое легкое миниатюрное на карман в принципе вполне годная вещь по качеству заточки нож естественно я самостоятельно переточил бумагу он начал резать не так как во время распаковки качество заточки заточки поддается достаточно легко сталь десь мягкая старее всего какая-нибудь самая простая 420 китайская нержавеющая сталь заточку в условиях карманного ношения вскрытия каких-либо упаковок супермаркет держит нормально то есть вот за две недели я не разу не подтачиваю никак не изменил качество своей заточки на этом принципе это маленькой миниатюрной ножей думаю мы сами закончим покупки я бы наверно смог посоветовать потому что стоит этот но 150 рублей кинуть его на карман он будет абсолютно не лишним и иной раз вас я думаю выручит но вы готовьтесь к тому что вам потребуется во первых этот нож смазать смазывал я его сначала силиконовой смазкой потом обычным машинным маслом ну и придется этот нож несколько разработать плюс ко всему если вы хотите как-то адекватно носить его на кармане вам придется решить проблему мягкого карабина и как как-то изменить логику его ношения на кармане в остальном по итогу двухнедельного использования могу сказать что этим миниатюрным ножиком я остался доволен хотя при распаковке он меня скорее разочаровал чем обрадовал тем не менее реальная эксплуатация показала что этот нож имеет право на жизнь и за 150 рублей это вполне неплохой помощник у вас на кармане на этом я сегодня для вас все не забудьте поставить лайк если видео вам было полезно и интересно подписывайтесь на мой канал всего вам доброго до встречи